доброго времени суток с вами texer microsoft light simulator приближаюсь шотландии сейчас секунду надо разобраться с автопилотами там уже в опять чего-то автопилот включен по навигации тут все нормально gps высота стабилизация молчание счастья прекрасно теперь посмотрим что наговорили не успел зайти в игру на тренделе это еще не мне зачем я это слышал не знаю campbell town там живут коварные campbell и возможно так чё по высоте 5000 я поднялся по выше до отру то почему все время выключают я не знаю почему я в стране от маршрута я тоже немножко не знаю ну ладно почему меня мотает я знаю пусть самолет хороший я конечно ему привык за время полета но бывало и лучше итак господа шотландия я прилетел из ирландии вот оттуда конечная точка вот там ливерку так тут кстати не такая она гористая но да по бугристи чем ирландия хорошо кэмпбеллтаун кэмпбеллтауном я вижу что больших гор тут нету ну а там что такое а все вот так вот извилисто и большие горы где-то впереди будут я тоже думал у меня вот куда-то сюда и развернусь а чем-то с два так 72 процента топлива но сами понимаете если что я где-то тут и приземлюсь аэродромов страна маленькая аэродромов много натырками а дэродром дэродром довольно недалеко летит так от души надеюсь что в пилот себя хорошо идет что он сейчас выйдет на маршрут и пойдет по маршруту кстати вот как в кэмпбеллтауне аэропорт довольно большой это полоса она вот такая такую даже я приземлюсь не мне я уже позовно слышу из 473 там летает летает как не сядет еще по ядя он садится я мог тоже в стоимость обоставил но пока не надо видимость хорошая даже очень хороший сталь вот вообще не олочка на ней он морем немножко так так я за скринью это дело надеюсь что сработал сработало тогда как всегда прицепил смеси не кашу который долго будет с ними отставать правда весна какая-то переходящая в лету большая посадочная полоса и кучественных перронов то есть это не здоровый аэропорт для реактивных лайнеров больших это что-то не стычковое нет я понимаю что реактивники сюда садятся то заход с моря кстати очень удобно о там вот смотрится стоит над мелкой что-то мою два прорисовываюсь померяю как подлетаю что ли я просто не увидел ги ха гиха какая-то так автопилот нам влево а автопилот болт забил пойдем с ним общаться вот че ему не так а это хейдинг пошел а тут так не включается ну короче опять он он видал да вообще не он не хочет ладно давай через хейдинг че че еще могу сказать хейдинг ему у лапы добро дисплей но а не знаю дентики план полюб Вот он. Ну? А, вот хрен его знает, да? Ну, включение в GPS-хейтинг. Roll. Вообще непонятно, по-твоему. Но он вообще видал. Мои поползновения, ладно. Пойду на улицу. Что тут мы успели пролететь пока, если заразовать озера какие-то лисные. Я вообще думал, что Шотландия ходит более гористая. Что тут вообще будет с рождения с курсом, да? И весь курс белый. Странно. То он малиновый, то он белый. Черт вообще ногу сломит. Что ты скажешь, что это оправдание? Как-то так. А, ну это звук. Я опять не туда полез. Вспомогательный изолятор. Что? Изоляция второго пилота? Да, здорово. Нет, ну тут все привычное, но вот. Вот вообще ни на что не влияет. Такая все сдвинуло. Да. Странненько. Мягко говоря. Вообще странно. Нет, я могу, конечно, в ручном режиме. Чего бы и нет. Но хотелось бы под GPS. Там намного приятно. Но почему-то опять отказалась. Во-первых, GPS всегда выпадает, когда я загружаю в игру. Вот всегда. Мне приходится каждый раз GPS заново включать. Во-вторых, я... Он как-то странно себя ведет. Вот там мигает пункт, да? Я включаю навигацию под GPS. Черт, лысо. Тут светится GPS. Нифига не вор светится. Может, надо прощелкать? Так, ну хорошо. Идем. Режем. Попадушку ковыряюсь. Тут вот... Тут экран не контактный. То есть, тут все. Просто. О, GPS. GPS. Садей-то у меня. Правильно все. Тут все правильно. Указывает следующая точка. 144, да? Ну, я, например, туда же лечу. GPS. Что такое roll, не знаю. Когда я включаю хейдинг? Это хейдинг по GPS или по roll? В каком-нибудь. Ах, я знаю. Ну-ка. Черт, лысо. Не помогает. Это пахать. Нет, я могу жалкую вторую точку попытаться. Че, ты это приведел к чему-то? Те, лысо. Погодите. Ти-вейт, ёлка. Опа! И самолёт пошёл назад, правильно? А куда ты пошёл назад? Я бы... Чтобы понять, куда он пошёл назад. Делать, а увеличить, уменьшить, делать, а, блин, а... Так. А, вон оно, точек, я понял. Понял, сейчас мы с тобой разберёмся. Так, то есть оно установлено не на ту точку. Ти-вейт, да блин, иди нафиг. Ти-вейт, да блин. Хоп! Разворот куда теперь? Ага, всё. User 3. Одобря. Я убедил. Почему у меня стояла та точка, спросить, что полегче. Всё, идём по навигатору. Вот теперь всё хорошо. Ну, постепенно разбираюсь. Топлива мне, конечно, не прибавить. Я не думаю, что будут проблемы с топливом. Всё, попёрли по навигатору. И это прекрасно. Какие-то пить коммунизмы торчат. Сейчас он встанет на маршрут и пойдёт как положено. Обитатели этих холмов, наверное, с удивлением смотрели, что творится над ними. Там самолёт выделял и насылит. Что-то у меня. 60 миль. Ну, нормально. 3500. Кстати, интересно. Гор больших я не вижу. Я реально не вижу. Давайте ещё поманеврирую. 3500, в принципе, было бы забавно. Так. Тут есть режим FLC. Есть режим вертикальной скорости. Мне режим вертикальной скорости больше нравится. Так. Высота. Включен. Это на 0 грош. 3500 давай. 3400. Нет. 3500. А чё такое? Я не понял, где снижение. О. Достигла как бы высоты, надо сначала высоту настроить. И заблокировалась. Не страшно. Так. О. Уже моделяется. Ну, самолёт лёгкий. Всё. Пошло вниз. Я думаю, для тех, кто да, я 3500 в своих получу. Горы. Неплохо выглядит, кстати. Какая-то менюга прям. И вроде не очень высокая. Мне писали в комментах, что можно как-то там пошаманить. И карты эта игра грузит не с гугл мапа, а с микрософтского около бинговского сервера. Вот. Здесь хочется гугл мапа. Что-то надо пошаманить. Она будет гугл мап и вроде как станет красивее. Но я к подобным поврениям с играми отношусь так с неодобрением, потому что это всё прибавляет бады. Я не думаю, что рукожоп из микрософта сделали игру настолько легко модифицированной. Мне кажется... Там я сейчас чуть-чуть обороты уберу. Я с этим низу. Давайте даже, наверное, за 70%. Снова эти горные озера странные. Как они не вытекают? Вот это вот пчёно. Куда? Они уходят. Понимаешь, что камни, наверное, держат, да? Но в неё стекают дожди. То есть она периодически переливаться как-то должно через край, да? И туда. Вот. И оно должно было сюда дорогу провести. Надо сказать, века своего существования, это вообще забавно. Знаете, на что это похоже? Бульдозер вот едет, сгребает копчем. Это вот туда он уехал. Бульдозер сгребал. Вот долина прямоугольника. Продолжение. Мне кажется, всё ледники вот так. Полз ледник и сгрёб всё нафиг отсюда. Стесал. Вообще, посмотрите, все горы они где-то стёсанные. О, дырочки. Такое ощущение, что тут просто полз толстая, там, не знаю, километровый слой льда вот такой и всё стирал нахрен. В эпоху оледенения. И поэтому оно такое вроде горы, да, скалы, но плоские. Смотрите, вот прям борозды такие пропаханы. Очень так оно намекает на происхождение всего этого. Да, и лужу не составлюсь. Вот такое выглядит, когда там, не знаю, бульдозер плит уволочит. И когда он скрипком проходит, а он так остаётся. Здесь была яма, а стесало, пустяка, мелководное озеро. Вот так это выглядит. Вот так вот высокая карта, да? Что-то вот следующая карта будет садат. Из-за линии огороженная. Очень много мелких озер. И чё, я снег вижу? Серьёзно? Я, конечно, понимаю, что карты как-то вот старые. Еле тут снег другом накладывается. На текстуру. А? Не, ну это не снег. Это чё-то другое. Светлой подновлюсь. Не надо говорить, что тень от облаков, облаков нет. Это чё-то непонятно. Реально чё-то непонятно. Чё-то светлые пятны. Чё у нас тут? А, не, ну, не, ну. До всех этих лохнессов-то лететь и лететь. Так, 3500. Ну, ещё 300 футов. 100 метров. Вот, ненормально. Ну, это нормальная стрельказа, конечно. Пока на ней не пытаешься маневрировать. Мощишки-то и не хватает. Забавно. Моторы. Они одинаковые, да? Ну, как бы, симметрии нет. То, глушитель, не глушитель. Правый, по идее, так, влево бы. Красиво бы. Но это совсем другая компоновка движка. И разработчики движка, конечно, не пошли на это. Прочитого одинакового. Поставить. Но не смотрится. Ну, чё? А, почти 300. Почему 400 спускает? Я 200 поставил. Потому что он пихирует, но у него... Ну, не пихирует, спускается вниз. Да, у него скорость такси. То есть 7%-то я со зла, да? Ну, ладно. Я просто думал на спуске. А речка петлями идёт. Ну, идеально ровного услуга быть не может. А когда оно хоть не может без золота, оно подмывает вот этот вот берег. И оседает грунт на этот. Петля дальше, дальше, дальше идёт. То есть, речка сама себе зигзаги выстраивает. Но зачастую в ловкий момент пробивает свою зигзаги. И потом по-новому он начинает. Если смотреть... Ну, таких записей нет, но есть... Компьютерное моделирование. Как это выглядит. То есть речка, она как червяк постоянно извивается. Смотри, там, сотни милет проматывал. То есть вот тут она пробьёт скоро. Ну, как скоро. Эффект другой. Нет, поменьше. Ну, всё равно. Зависит, наверное, от того, как идёт грунт. Пробьёт. И эта петля засохнет, превратится в болот, потом пропадёт. А речка будет снова вперед. И вот, кстати, русские, скорее всего, старые остатки. Ну, тут на карте речки вверх умеют течь. Тут всё странно с речкой. 40 миль. Это до разворота. Ну, да. До поворота. Да. Тут я каким-то городом хотел пройти. Тут ещё каким-то городом хотел пройти. Видимо, здесь тоже. Потому что я тогда вот так полетел. Сюда и туда. Видимо, значит, там какие-то города. Опа. Дорога. Поэтому река. Дорога. Машины едут. Ну, сельхозные. Я, правда, думаю, что это не поля. Мне кажется, это пастбищная. Не думаю, что в Шотландии прямо вот. Какие культуры вас делают. Не, ну что-то там растёт определённо. Там уже люди средневековые живут. То есть, что-то там растёт. В этих дворных долинах. Там уже карьер какой-то. Похоже, тоже, кстати. Что-то добывают. Ну вот. Но больше на пастбище похоже. То есть, что теплый воздух у меня там водит. Просто с летом у меня всё время переживание по поводу того, чтобы перегреваться. Комп засунут. Ну, не в закрытую, то он устал. Оно как-то под стол. И за ним деревянная вертикальная доска. Он в неё дует. Я отодвил он там с метров на десять, наверное. Ну, больше я его выдвинуть не могу. Утас полка свалится. Мне кажется, что он тут периодически греется. Смит нормально. Минут десять. Озеро? Не озеро. Наверное. Ну, тут всё изрезано заливами. Вот оно, да? Ну, оно как бы вот отделено. Вроде как не залив. Но мне кажется, это залив. Что он воссоединяется. Что он воссоединяется. А, ну он тоже воссоединяется. Может и уже. Машинки. Опять мимо едут. Блин, вот эта вот мелкая движуха на карте. Так прикольно. Оно живое. Летают самолеты, есть машинки. Оно живое. Живое. Вот эта карта. Картинка прям близкая. Филистичная. Ну, почти. Почти. В шутерах вот оно может и нет. В шутерах видна актуальность. А здесь прям. Ну, оно вот такое выглядит. Самолеты. Все довольно далеко. Немножко в дымке. Вот оно такое. Местами прям фото точно. Вот долинка выглядит. Оно прям с самолета один в один. Вот. Горы немножко странные. Горы чуть-чуть такие. Что-то в них не то. А вот долинки прям. Красота. Пошли горы посильнее. Но это все равно такое прибрежное какое-то. ОБА. И геродром. Ну, оно БАТАУБА. Но я униваю. Я скоро над ним буду пролетать. Я униваю. Ну, тут где-то что-то. Я прям над ним пойду. Или на этом Паскагорье. Речка. Да, он вроде на речке стоял. Вот тут где-то. Интересно, что это? По вселочи. Да, дома. 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 Ну, это типа Таунхаус. Что там с тут народом делают? Ну, тут есть причал. Видимо, они как-то там. Трульцы с морем связаны. Кораблик. Кораблик нет. Там с работы не особо, скорее всего. Местным бы хватило. Тоже какие-то дорожки странные. Рисоповал, наверное. Да, скорее всего. Нарисоповал поход. О, там местным бы, конечно, работы хватило. Но, если откуда-то, так сказать, откуда-то денег получать? Не знаю. Из банковских счетов. Похоже даже с электростанцией. И просто жить в таком месте. То это спокойная, хорошая жизнь. Интернет сейчас везде есть. Да. Главное, деньги где брать. Столько красивых местных планет. Интересно, плотины есть. Сколько я лечу? Я думал, что Куба никак не лечу. Я думал, что на прошлой реке. А тут нету. Но явно что-то искусственное. Думаю, здесь есть. Не может быть такого здорового, такого маленького чёпки. Должен чё-то его тормозить. Но ничего нет. Может, правда. Как-то естественное сложилось. Просто улыбка. Сужение, а по высоте нормальное. Ох, такое солнце отмельское. И, смотрите, маленькое далеко. Вот тут уже сельхозка. Как-то слышать, выращивать. Потому что долинка, земля, хорошение, всё хорошо. Попетлял дорогу и кончилось. Не, ну она там идёт под деревья. Не густо населена в Уотландии, знаете. Смотрю. Нифига не густо. Я думал, тут покучнее народ живёт. А тут прям, ну, природа. Фермерский угой немножко даже. То есть, да, понятно. Вот тут расстояние маленькое. Отсюда до сюда. Это недалеко. Очень недалеко. То есть, вот это вот одна деревня. О! Это вот то, что рыба. Да? Трицел уходит. Он вот так появляется. Видите? Вот это, наверное, это вот эта вот оба и есть. Ну ладно. Ну, озеро, конечно, гигантское, небольшое. Рыба, наверное, много. Или там тоже сумасшедшие рыбаки с тадами. Ну, опять же, инфраструктуры нет вокруг. Смотрите, там глухома и вокруг. Как в Карелии. Как в Карелии. А в Карелии рыбы много. Потому что людей мало. Ну, сейчас даже побольше стало. Отдых популярен. Так. Тут тоже вырублено здесь. Но все равно с Тадонсковыми водоемами не сравнить. Когда последний Пискарий выловленный много лет назад. Кажется, совсем давно, в школьный год, ездили в поход. Ну, это называлось поход. На самом деле, ехали на электричке, например, на автобусе. С классом. Старший класс, уже там, без родителей, без учителей. Поезжали на захоронилище. Ну, километров, не знаю, 30, наверное. Не то чтобы глухома, но туда ходил автобус несколько раз. В день. Там деревья какие-то вокруг были. В общем, такое довольно малонаселенное место было. Реально там. Народу практически не было. И потом я где-то, наверное, в конце 90-х, 2000-х туда приехал. То есть где-то лет 10 там не было. Все дачи мы застроены нафиг. Напрочь просто. К берегу не подойдешь. Да, аэродром, смотрите. Опять-таки, ну, не очень большая полоса, мне кажется. Ну, наверное, я бы посадился на самолёт. Интересно, гидросамолёт сюда можно? А я думаю, и нет. А вот это что-то странное. Знаете, на что похоже на кемпинг? Не рассмотрю, наверное, да? Не, но это не фургончики, это домики. Хотя, может, нейросеть и так отрисовала, а на самом деле это кемпинг. Ну, а таки. Ну, может, домик. Ну, это уже чего-то такое. Думаю, ну, как-то. У них турбаза-то, наверное, нет такого понятия. Отель? Ну, что-то такое. Ну, на бухту. Красиво. Что-то курортно-отдыхательное, короче. А вот городок за углом. Нормально. Там тихо-спокойно, надо в город смотаться было. Ну, пешком дайте мне. В парк Лан. Не бой. И, смотрите, опять бухты большие. Но, правда, корабли сюда не зайдут. Хотя, еще тут... Галлисан, да. То есть, там чего-то вот эти вот фиорды, так сказать. Ну, это не фиорды, но все равно. Залиеваясь, кораблем заходить. Больше не могу. Городов с крупной тут тоже нет. Ну, красиво. Вот так, если на своей яхте сюда заплывать-то. И не там стоять, не не там стоять. Так, я не слишком низ беду. Потом будет вираж над горами. Так, горы. Ну, так. По моей методике, да, там на угла стрелок, а по карте, я выше города. А вот этот угол несколько я пересекаю прям. Но, видимо, низко проеду. В принципе, меня же никто не мешает взять управление на себе. Не очень хочется, потому что я знаю, что на самолет начнет колбаситься, не знаю что. Да, я все еще, как бы, заранее опасаюсь посадки. Из Ливерполя точно на другом смотрю. Смотри, какие плоскости маленькие. На чем он держится? На чем он летает? Чем он на выводах направится? Что-то такое, что лучше планирует, буду искать. Хотя жалко, двухмоторный. Мне нравятся моторные. Есть ощущение запаса мощности. Ну, вот тут, что у меня была сесть? Нет. У меня какой-то бичкрафт был первый. Вот, у которого топливо само из бака в бак переливалось, поэтому в баке оставалось, а мотор был. Вот тот я точно обратно не буду. Хотя вот тот планировал хорошо. Да, кстати, я немножко поковырялся еще с настройками джойстика. Может будет плавно, не знаю. Так, и вот тут я где разворачивался. Тут вот эти озера, лох чего-то там. Они и есть. По идее на карте должны эти меточки быть. Вот нет. На этой карте не будет. Ну, прямо вот тут на развороте они и были. Ну, все это не верю. Манкид, горный озер. Ну, может там что-нибудь такое, да, вот оно разбросано, и есть. Ну, я пока отметка не верю. О, он какая-то отметка. Ну, короче, круг, получается, делает. Ну, ладно, сейчас посмотрим, что будет вытворять самолет. И будет ли он что-то вытворять. Сейчас же время поворачивать. Такой пейзаж, как-то монотонийный. А, ну, тут камера еще такая рыбий глаз. Мне тут показалось, что вот эта вода намного выше, чем эта долина. Не может быть, что это один водоем. Вот так, если смотреть, смотреть вот тут. Интересно, зачем такое искажение перспективное, или просто по-другому не получается отображать. Ну, так, это точка. Ну, ты хрен поймешь, с этими точками это может и аэропорт какой-то быть, в котором просто не отображается, как должен. Заметка тоже издалека, просто точка такая на палочке. Так, ну, автопилот пока помалкивает. Или он уже поворачивает на очень пологу, не сомневаюсь. Пойди вот эту же точку-то. Надо не еще над гору перелететь. Летишь-то к страну разбегаешь, здорово. Вот тут уже горится. Собственно, да, вот север, как раз, самые горы, наверное. А вот тут такая махровая горная Шотландия. Кстати, может, там не Шотландия была, на самом деле. Может, она только вот тут и начинается, в этих горах. Я, честно говоря, не помню, где там граница идет. Ну, а Кэмпбелл Таун, ну, это точно шотландское название. Так, а я совсем низко еду, да? Ну, не совсем, елочки довольно маленькие. Мелкие озерки такие. Луфицы, прудики. Тут уже дуга. Тут еще далеко. Если точка стоит вот тут, может быть, то у него идет скругление. Маршрут. Точку вот тут, да? Поедет. Так, так. Но он скругляет, может быть. Вон, пошло. Скур. Скур. Эй. Скур. Эй. Йор. Что-то там такое. Может, это курортная долина может? Кто сказал, что в Шотландии нет курорта? Так. И вы знаете, автопилот не собирается поворачивать. Или собирается. Нет, это гора. Скур. Скур. Эй. Йор. Гора. Названия, не знаю, исландские по ощущениям. Хм. И чем вот этот пятачок скалистый знаменит? Вообще, лысина такая. Аня, смотри, заклады двера. То есть, он вообще не по этому маршруту. То есть, вот на этой карте маршрут как-то перевирается, что-ли. Знаете, вот это вот меня удивило. Скур. Эй. Йор. Да. А, вот они озера. Лох. Эй. Скур. И его на него он не пошел. Озерчатый край. Так. Дайте я загуглю. Мне прям интересно. Скур. Эй. Скур. Эй. Скур. Эй. 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 Как дела. Или, это скутер? Да. Столбач, сегуг�. Лезвие. Давайте ещё раз, попробую через Defis. Нет. Скутер. Блин. Google офигеть. Лох Эйл, Эйл в смысле Эль, озеро Эля, короче назову Лучше бы они правда на английском писали Ну как с Кур Эйор на английском Ну ладно, скину, какая там транскрипция Стопогрионайн Хорошо, я вот это попробую, мне прям интересно Что бы в игре она нет, я не имел этого беда Шериф Аргайл Остался тебе в семье Камбял Теперь расширим Остров Дон Куа Ну, блин, это Челяб Я же понимаю, что это тоже какая-то гора, да, может на нее, ну не знаю, альпинист не лазил Ничего, может, высая точка, ничего не знаменитая Почему она отмечена как достопримечательность? Вот значки это достопримечательность Если что Чего в этой точке достопримечательного? В Германии, конечно, есть гора Брокена, на которой ни хренища тоже нет Она уже как самая высокая точка Германии Опять же, та самая широко известная лысая гора, где видимо Шабаш Как бы, вот такое есть смысл отмечать, а вот это что такое, а предыдущие что такое было, да? Но озеро Эля уже звучит Не, может, я не имею в виду другое в своем названии На мой взгляд, звучит как озеро Эля Ну, они все за горизонт Ну, и не факт, что достопримечательность, может быть, аэропорт А, ладно, сейчас поглядим, что мой самолет вытворит от этого озера Она тоже, она тоже достопримечательность, она тоже названа То есть все эти длинные червячки, это все они, а не лох чего-то О, смотри Ну, давай, дозовись Вот эту долину с озерами, с горами Я выбрал, ну, посмотри, потому что здесь достопримечательность отмечать Ну, пожалуйста, жилок чего-то Выбираем Именно пресные озера В общем, все они, черт возьми, долины рек, смотрите, долина реки большой Просто разлилось Ну, ладно, не очень большой Довольно горный Но разлилось просто Это у них озера, червяки Неизвестно название, но тоже лох чего А ты лох чего? Слушай, не отмечай, то ли столбик закрывает Я наложу, нет Даже тут отцентр экрана на него поставить Не, нифига Не пишет О, лох А, лох-лохи Озеро лохов Ну, лох-то это озеро А это осталось тайт Ну, чё Вираж Вправо Самолёт, не пугай меня Маркер уже пропал Лох-лохи Смотрите Ни домов, ничего Дорога прибрежная есть Дикие края Люди Ну, вот тут где-то они живут Вот тут они лес рубят Опять по склонам Прямо чётко видно, да, где лес Перепахано Ну, я думаю, там новый сажали Ну, вот так Чё-то Ну, это не жальё До соседа Хребет Перевалить Он не гигантский Он довольно полный Ну, высокий Но это реально Пошёчка До того До сколько-то часов Давайте я попробую лучше вот это вот Скринить Хотя не факт что-то получится Ну, потом, если что, могу с видео попробовать заскринить Не то ж попробую С видео-то я и заскриню На туннел О, не высоко летит Прям вот Он тут прям уже не высоко Ну, ладно, я думаю, не заскриню Всё, развернулись И двигаемся к цивилизации Что это за город Не помню Так, отлетели мы Вот отсюда, да То есть следующая серия Где-то вот по этим двум городам Будет нормально Ну, в Шотландии Природа прям Природа не лесистая Так себе Природа Голая Я, правда, у нас в горах С таким климатом-то не бывал На Кавказе Чаще всего бывал А там Зелень-то растёт хорошо Все горы Заросшие Нафиг Ну, Кавказ, Адыгея Там рядом Тут живут Сразу Что-то там Склоны Склоны Скалы Делать нечего А тут Паля И что-то такое Ну, наверное, да Чё там на камнях-то делать О, а это прям Со снегом горы, видимо, да Ну, тут ребят То, через которую я А я метко проложил Над долиной Голос, смотрите Удачненько Заснежены прям Ну, или опять тут Белый глаз Непонятно Вообще Интересно Насколько Эти карты Актуальны То есть Ну, вот тут Времена года, да Ну, уже Начало лета А зимой Тут всё белое А белая Подкраска текстур Не рассета Или белая Это реально Сфотография Просто Если сфотографии То Картографирование Это Земной поверхности Это долго Это реально Долго Мне кажется Или белый камень Не, белый камень Не стекло Белая порода Как в Ростовской области Когда выезжаешь Там Какого-нибудь Типа Холмов О, прям Близко прошла Кстати Если вылетел Правее Видите Я бы задел Так Вот тут Что-то кружит Правее Задел Точно Удачно Курш Удачно Там правда Дальше ещё горы Но Таких Высоких Мне кажется Не будет Мне кажется Если бы Ну Реально Что Информация Составник Картографический То есть Постоянное Обновление Карты Это достаточно Долго И местами Там Даже В середине Лето Был бы Зимний Пейзаж Я думаю Просто Работать Под краской Белый цвет Сервер Знает Что Сейчас Зима Он Просто Текстуру Посыпает Белым И Все Нормально Я думаю Так Ну Помните Когда Вылетал Питер Мурбанс Москва Белая Была Я думаю Там просто Летняя Карта Посыпанная Снимой Ухо Свою Гордо Еще Здорово Не самолет Нифига На Дерланде И тот самолет Он там Возле Дублина Там Понятное Дело Что-то Такое Нет Я думал Гидродром Или как он Называется Как называется Аэродром Или гидросамолет Так же Называется Аэродром 60 миль До следующей точки А Вот Вот Это 60 миль Да Полчаса полета Ну Так Как раз Эдинбург По-моему Ну Я так и буду Пузом По земле Небольшой Стелик Есть только Те горы Не заставят Выше Подняться Последний Будет Дворный Путин Равнина Смотри Ну прям Пустыня Я вообще Следов Человеческой Деятельности Не вижу В Японии Такого Принайдет Интересно Че больше Англии В Японии Так Если по карте Смотрят Примерно Одна Марина Япония Путин Смотрите Вообще Не городок Ничего Ладно Городок Деревень Нет Вон Дорога Прошла Просквозила Через горы И все И на ней Ничего Нет Вот там Деревень В общем Это не болото Что-то Скалистое Гористо Скалистое А вот это может болото Гримминская Трясинка Понимаете Понятно что это вот тут не просто круги Что-то может быть Какие-нибудь там стоянки-заправки Ненаселенные пункты Вот а в лесу что-то решится От города Так А слева Какая-то навигационная фигня Он тревольничек Через холм Где-то там Ну-ка Могут спанул Ну это мы пожалуй увидим в следующей серии Давайте на этом закончим Жмите пишите До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok